Добро пожаловать в колориты! Итак, «Чистая зима» — это книга, которая была предпоследней по завершению. Это, конечно, бомба в плане... Это, наверное, рекордсмен в количестве оттенков глаз, которые могут быть. Начиная от серых, прозрачных, зелёных, голубых, кари-зелёных. То есть там целая галерея в книге. И я очень рада, что у меня хватило терпения найти модели практически с большинством вариантов проявлений этих особенностей. И слава богу, что хватило терпения у моих студентов дожидаться каждой книги, потому что многие уже модели, которые пару лет назад мне присылали материалы, они периодически ложкой стучат по столу и говорят, где моя книга, дайте мне мою книгу. Я говорю, ну если бы вот одна модель была достаточно для написания книги, конечно бы давно вся серия была написана. А так я собираю, стараюсь собирать вот группу из разных граней колорита для того, чтобы получить вот это объёмное понимание того, как может выглядеть колорит. И то важно понимать, что между ними ещё будут свои нюансы и особенности. Итак, чистая зима, светлая зима – удивительный колорит. Удивительный, потому что светлоты, в отличие от чистоты, глубины и холода, нет внутри сезона. И это странно, да? То есть вроде бы как бы мы договорились, что у всех зим есть чистота, глубина и холод. Какая светлота? И это то, что тоже сбивает с толку, это то, что делает, ну скажем, сложным типирование и путаться начинает между чистым летом и светлой зимой. А это сёстры сезоны, и они максимально холодны по своей природе. Однако важно понимать, что если я говорю «холодны по своей природе», это не значит, что светлая зима не загорает или, например, чистое лето не загорает. Да, и чистое лето, и светлая зима могут загореть, ходить с чёрным лицом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что как только они увлекаются какими-то тёплыми нюансами, то мгновенно гаснут эти оттенки, которые в них природы заложены. То есть вот эта лучезарность, она проявляется в светлоте у светлой зимы, в чистоте у чистого лета, и самое главное, и у того, и у другого в холоде. Это принципиально важно. Следующий казус – это мягкая зима. Вот это родина моя, так сказать, и это многолетний поиск страдания. Слава Богу, мы нашли все себя и друг друга, потому что что такое мягкая зима? Опять-таки, какая мягкость? У зимы должна быть чистота, глубина и холод. Всё. Какая мягкость? И это та же история, близкая к истории тёмного лета. Не случайно тёмное лето и мягкая зима – это сёстры сезоны. И между ними тесные сестринские объятия. Ещё третьим колоритом сестрой сезона является ещё и мягкая осень с ними. И вот, учитывая, что и мягкая осень такая загадочная тоже в температуре, вот между этой троицей очень часто бывает путаница. И хочется кому-то быть там или там. И вот надо очень чётко именно между сёстрами сезонами определяться. Потому что большинство ошибок происходит не глобально между светлым летом и тёмной зимой, а именно локально между сёстрами сезонами. Поэтому это прям отдельная тема, в которую глубже входят стилисты. Постараюсь вас не сильно замудрять. И так это была мягкая зима. И последняя. Тёмная зима, но с ней, наверное, проще всего. Мы так мысленно представляем Ким Кардашьян. И у нас тёмные волосы, тёмные глаза, тёмные брови. И как-то вроде всё нормально. Но и здесь бывают казусы. Встречаются чистые зимы и с карими глазами, и с зелёно-карими, которые чаще вроде как бы относятся к тёмным зимам. Но поэтому тест принципиально важен. Потому что реакция на цвет, она как раз всё расставит на свои места. И будет понятно, кто перед нами.